Ассалам алейкум, братья и сестры из Узбекистана. Рашмац. Так, ну кто бы мог подумать, если, как говорится, в России без конца идет снег, то в Узбекистане в марте без конца идет дождь. И вот так вот он херачит. Я бы не сказал, что сейчас прям какой-то дубак стоит, но довольно-таки прохладно из-за того, что дождик накрапывает. Так, вот они, как бы сказать, виды ташкентских улиц. Это, ну, понятно, поголовные на марке, понятное дело, стоят. Интересные такие переходы, на которые особо не подступишься. А я тут без бутылок спират за и не разобрался. Вот он. Там, где люди стоят. То есть надо через бордюрчик перепрыгнуть. А так вообще вставочка такую, как хотел сказать, после вкусного обеда с большими силами. Включаем камеру и давай снимаем. Так, я еще не посмотрел, на самом деле, название улицы, вот этой центральной, которая здесь находится. Но по архитектуре сразу видно, это такое не мусульманское и вообще не местное, а сто процентов такое еще советское. Ну, понятно, уже частично переделанное. По пластиковым окнам и дверям. Один из отличительных признаков того, что вы в мусульманской стране, то есть это большое количество белых автомобилей. Ну, вот так уж сложилось, что мусульмане вообще любят белый цвет. Ну, как бы он через чистоты, такой не грязный. Ну, вот белый в сочетании с зеленым. Поэтому, кстати, узбекский флаг это вот. Так, последовательность в топ я не помню. То есть это что-то зеленый, белый, синий. Что-то в этом роде. Вот надо, можно будет свериться по номерам на машинах, посмотреть. Реклама фильмов, всего остального. Кстати, свое наблюдение вот заметил по поводу языка или языков, правильно сказать. Мне кажется, здесь правильная модель выбрана. Здесь никто не заставляет учить узбеков русский. То есть, но так или иначе, все, в принципе, дублируется. И плюс еще и озвучка какая-никакая на русском есть. То есть для местных там русских или еще для какой-то части населения, которым русский язык нужен. То есть не заставляет, не принуждает, но и не запрещает. Хочешь учить, не хочешь, не учи. Как говорится, учение светит, научение тьма. Все-таки наиболее грамотная языковая политика, это когда не принуждают силой. Или когда не запрещают, как в некоторых странах, а когда вот так, как бы сказать, по желанию больше всего это проходит. Да, это синий, синий, бело-зеленый цвета. Я посмотрел. Ну вот, я же говорю, сочетание вот таких. Но возвращаясь, кстати, к языковой повестке, здесь, кажется, надо настраиваться. То есть, хотя и люди понимают русский, но не все могут сразу ответить. Ну, это нормально. Можно на пальцах что-нибудь объяснять. Так, в той части города, в той части города, в которой я нахожусь возле стадиона, в принципе, смотреть особо не на что. Вот он сам стадион. Флаг развивается. Куча спортсменов, там же рядом и гостишек. Ну, которые я забронил на пару ночей. Вот. Прямо такого, я не знаю, может, с чем это связано. То, что такая погода, да, вот, допустим, пасмурная. Вот мало что видно, да, вот, ну вот, лес, парк там рядом. Понятное дело, гостиница, стадион. Ну, надо поболее походить, посмотреть, пошуршать. То есть, по тому же самому, по Яндекс.Картам сейчас надо зайти. То есть, я здесь без симки сижу и нужно заранее все посмотреть по интернету, что где есть. Там поинтереснее пойти поснимать сегодня. Сейчас обед, послеобеденный отдых. Ну, и после обеда пойду дальше следовать и посмотрим. До связи. Так, в общем, день второй, как я в Узбекистане, в Ташкенте. Вроде бы казалось уже второй день, но ни хера чего такого. Вроде бы много всего сделал и ничего такого не сделал. То есть, прилетел вчера просто два часа разница в отрубе. Пару часов в гостишке поспал. Потом пошел на улицу, вышел, проветрился. На улице дождь, погода он пасмурная. За бортом как бы накрапывает, но все равно весна. Пошел, покушал, пообедал. Бобосы пошел, поменял. То есть, курс тоже, кстати, сома прыгает. Ну, здесь во многом, да, вот поднасрали, скажем так, санкции. Там плюс Россия и все остальное. Вот. Вернулся, опять вздремнул. То есть, потому что с дороги вообще не выспался. Опять вышел на улицу, погулял, просвежился. Че-то позаписал, там попробовал. Ну, в одной руке держать зонтик, в другой руке камера. Тоже, кстати, не камильфой, не айс. Так, после этого, соответственно, ну вот. Понял, что Wi-Fi, в принципе, здесь не алло. Блокированных сайтов тоже до хера и больше. То есть, запасайтесь VPN-ами, когда вообще вы путешествуете. Тут, блядь, нужно VPN буквально на все. То есть, хочешь российский сайт открыть, VPN, блядь. Хочешь какой-то западный VPN, хочешь китайскую сеть, VPN. То есть, надо кучу VPN-ов под каждую страну. Прям не напасешься. Понял, что, в принципе, с интернатом здесь тоже, в принципе, все плохо. Пошел, сгонял за симкой. 5 баксов где-то стоит от Билайнская сим-карта. Ее взял. Вот более-менее раздуплился интернет. То есть, что-то там в скайпе поковырялся. Понял, что вообще не вне варик. То есть, скайп тоже заблочили. Скайп не пополнился. Скайп никакие звонки не совершить. Все нормально. Ну, вот день так и закончился. В принципе, все отрубился. Вот второй день надо сегодня перед отъездом сделать ПЦР-ку. Ну, развод народа на бабки, понятное дело. То есть, никто его не спрашивает, кроме как перед посадкой. Но есть такое требование, поэтому, уважаемые дамы и господа, тратьте бабки. Вот остановился в гостишке, кстати, тут спортсменов. Ну, половина спортсмена, половина наши русские тоже, в принципе, сбежали от этой херни, которая происходит, того пиздеца. И, ну, по слухам, то, что, ну, люди просто-напросто боятся, что их призовут, скажем так. Вот такие дела. Так что надо сегодня денек еще погулять здесь, потусоваться. Город, несмотря на то, что миллионник, ну, каким-то кажется пустынным пока, но, видимо, в той части, где я нахожусь. Так что надо, скажем так, поизучать. Ну, что, все. Сейчас гостиные дела заканчиваем. Пьем водичку, все делаем, заправляем с топливом. И, как говорится, вперед на покорение новых вершин. И снова здравствуйте. Иду я такой довольный на ПЦР, ну, потому что надо мне, соответственно, для вылета завтра лечу в Стамбул. Там у меня будет пересадка. И тут прям напротив, ну, там медцентра. Все на русском, кстати, очень удобно. Торговый центр рядом. Тут такая красота. То есть даже не сколько это все парк, а даже больше это парк развлечений. То есть, ну, вот, на скидку сейчас конкретно работает колесо обзора. Но, однако, каждый день идет дождь, и поэтому людей маловато. В принципе, сегодня будний день может быть мало посетителей. Цена, кстати, 20-й годы. Так, посмотришь о сцену. Заодно персунутый садка, комфортабельная. Ну, в таких штуках я много катался. Может, даже где-то бабосы просто так не тратятся. Так, любая мусульманская страна у нас просто не обходится без мечети, минаретов, подобного рода постройки. И, соответственно, данный парк не исключение. Хотя, может быть, это и не оригинал. Но, тем не менее, ее поставили. Кстати, не знаю, с чем связано нашествие русских. То есть, очень много здесь вижу. Но допускаю, что и местные могут быть. Но, мое личное мнение, что, в принципе, все просто валят из страны, и кто куда может. Потому что было много, собственно говоря, билетов, кирпич из местной глины. Вот народ повалил сюда. Так, здесь миниатюрные копии мечетей. Мною были обнаружены. А также вот различные здания. Где я смогу фотку сделать. Камера, мое? Да, камера, GoPro. Хорошая камера. Камера моя понравилась. GoPro. Так, один из моих самых любимых аттракционов. Везде, соответственно, в любом парке. Это американские горки. Ну, при всем, скажем так, неуважении к Америке, назовем их русские горки. Как они, собственно говоря, называют. Ну, сейчас, видимо, они сезонные. И все это простаивает. Вот таким вот образом. Вот она как все выглядит. Понятно, сейчас это не функционирует. Стоит 50 тысяч. Курс сейчас за 1 доллар, может, дадут где-то 11 тысяч сомов. Вот. Ну, в принципе, сейчас с бабосами у всех туго. Поэтому можно как-нибудь и в другой раз покататься. Не сейчас. Спуск на ватрушках. Имитация зимних видах спорта, по всей видимости. А здесь уже спуск или прыжки с батутов. Так. Изначально был, я думал, это дельфинарий. Здесь, походу, нет. Просто так на лодочках можно покататься. В целом, такой парк приятный, кстати. На скидку я не вспомню, если в Москве. Но в нашем городе 100 пудов нет. Прикольно смотрится. То есть, можно здесь семью привезти, на аттракционах покататься. В целом, по парку походить, подышать. Возможно, даже какие-то вольеры есть с зверями. Я не знаю. По периметру установлены мечети. Вот такие. В традиционном среднеазиатском стиле. Вот. А как оформлены, допустим, мечети. Вот. Говоря об узорах, я имел именно вот это, имел два орнамента и оформление. Соответственно, около входа даже обычных зданий. А вот рядом с парком, довольно нам знакомые 4-х и 5-ти этажки. Такие уже советские. Но, поскольку здесь климат более жаркий, соответственно, летом. И не такой, может быть, морозящий, холодный зимой. Поэтому дома основные панельные. То есть, мало таких кирпичных. И из довольно-таки таких экономных, кстати, материалов. Они сделаны. Вот, не знаю. Видно, наверное, будет здесь. Здесь уже опять. И снова здравствуйте. Привет и здорово, Советский Союз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова